Решение международного суда ожидают и в компании АРИ, которая арендует помещение на столичном заводе АТЭК и занимается ремонтом бронетехники, принадлежащей Минобороны. В фирме утверждают, что предприятия захватили рейдеры. АСБУ даже начала расследование. Впрочем, в этой истории больше вопросов, чем ответов. В хитросплетениях разбирались наши корреспонденты. По словам военного эксперта Сергея Сгурца, инженерная группа АРИ арендовала завод АТЭК и якобы даже погасила долги предприятия. После этого собиралась начать ремонт бронетехники, которую уже завезли. Но произошел рейдерский захват и теперь компания намерена подавать иск в суд. Причем в Британии. Интересно, что эту фирму когда-то обвиняли в чем-то подобном. Ее учредили еще летом 2014-го как инженерную группу АЗОВ. На сайте указано это благотворительный фонд образовательных инноваций. И в том же году он якобы подписал договор аренды территории завода АТЭК. Хотя в СМИ аренду называли чуть ли не рейдерским захватом со стороны Пашинского и АЗОВцев. Осенью 2015-го даже презентовали новый танк со схожим названием АЗОВец. На чудо техники приезжал посмотреть даже министр внутренних дел. Впрочем, где этот танк сейчас неизвестно. Завод АТЭК уже продолжительное время контролируют неизвестные люди. Причем сами АЗОВцы, как и компания АРЕЙ утверждают, что это рейдеры. Более того, обвиняли работников предприятия в воровстве комплектующих. В частности, гусениц того же многострадального танка АЗОВец. Сейчас СБУ возбудило уголовное дело по факту захвата предприятия. Но ВОЗ пока и ныне там. АТЭК заблокирован. И разбираться в этом должен уже якобы британский суд. Субтитры создавал DimaTorzok